Здрасте! Самое интересное, что я когда сохранялся перед выходом из игры, тут везде все было в снегу. И думал уже похвастаться вам, что снег наконец-то выпал. Но его нет. Короче говоря, друзья, всем приветуленьки, мы продолжаем играть в 22 ферму. А перед тем, как мы начнем заниматься всякой этой ерундой нашей фермерской, я вам хочу посоветовать канал МКБАТСКИЙ. Очень большое количество различного игрового контента на любой вкус, включая такие культовые игры, как Киберпанк, Фоллаут, ГТА, а также всеми любимые ЕТС, АТС. Кто ж в них не играет-то? Прохождение довольно атмосферное и очень подробное. А также периодически проводятся ламповые стримы. В общем-то, поддержите парня, вот тут вот здесь красная кнопочка подписаться, нажмите на нее и включайте уведомления. Короче, если кому-то что-то нечего смотреть, здесь на любой вкус вы найдете, что посмотреть. Ссылочка, конечно же, в описании. А мы возвращаемся в ферму. И вышло обновление на эту самую игрулю. И много чего тут изменилось. Может быть даже какие-то ошибки исправили, может какие-то другие ошибки появились. Вот. Из того, что я, по крайней мере, заметил, прям вот сильно заметил, это, во-первых, вот здесь в информации о поле написано дополнительный урожай плюс 95% и нужно прикатать. Но я не пользовался катком, поэтому 95%, а не 100%. Но я объяснял, в общем-то, раньше, как это работает и что с этим делать. Также, друзья, изменились поддоны. Раньше было вот эти вот коробки, их друг на друга были три штуки наложены. А сейчас одна. Короче, поддоны изменились и прицепы с автопогрузкой теперь не работают. А еще у нас прошел стремец, на котором мы продали весь наш салатик и пши... и муку. Да, пшеничную. Точнее, там просто мука. Сейчас теплицы работают, у нас март. И вопрос, какого хрена я забыл в марте. А я вам расскажу. На самом деле, я хочу купить новые поля, раз у нас появились деньги. Нам надо расширять ферму, это логично. И поля, которые я себе присмотрел, это 42-39, которые находятся у нас рядом с нашими полями. И я хочу здесь посадить овес. Здесь как раз собран урожай, в общем-то, надо это поле работать. Правда, и камни надо пособирать, и, скорее всего, запахать его надо будет. Есть еще одно поле, а здесь канола. Здесь прям все очень круто. 98% в общем-то урожая дополнительного, то есть канола здесь будет до хрена. Поле в полной кондиции. И удобрено, и известь, короче, все есть. А здесь, как я сказал, надо засадить овес. И овес у нас садится, или сеется, овес садится, седится, да. Это происходит в марте. Поэтому, в общем-то, погнали развлекаться. Для начала, разумеется, да, купим поля. 39-е, 112 тысяч купить, да. И 42-е, 146 тысяч купить, да. Да, кстати, пока прицепы с автопогрузкой не работают, мы будем пользоваться автопродажей, будем отсматривать цену на салатик. И когда она будет больше... Где салатик? Вот. Она вот сейчас падает, там, где летучий сторож. А когда она там будет подниматься, мы будем продавать. Будем просто за этим следить. Так вот, теперь это наши поля, и надо отправлять ребят работать. В частности, начнем вот с этого вот поля. Хотя здесь вообще пахота, типа, не нужна. Но у нас все равно чизель-культиватор, поэтому, даже если там есть краснота, мы ее в любом случае уберем. Давайте вот этого вот пацана возьмем. 135 тысяч, друзья, и пока тратить вот эти деньги не буду. Оставим до лучших времен. Нам еще много и на удобрения для теплиц надо, и для семян. Техника, вроде как, пока что позволяет работать на полях. Ставим этого пацана в работу. И погнал. Да, камешки надо будет обязательно убирать. Это не очень хорошо. Зато после того, как мы ко мне вот этой штукой пройдемся, не надо будет гербицидами все это дело делать. Поливать. Еще и свистью надо будет посыпать. Блин. Столько всего, столько всего. Погнали возьмем в аренду эту камне-убиралку. Вот такую. Камне-убиралка 25 тысяч, которая стоит. Блин, ну что ее купить? Не, нахрен, ее покупать не будем. Тут с обновлением я на стриме, в принципе, говорил уже про эту штуку. Теперь появляется за что конкретно мы платим за аренду. Так вот, поеду эту штуку тоже привезу. А ко мне тут прям дохрена лежит. Вроде как эта штука типа уже, чем чизель-культиватор, поэтому, может быть, даже есть смысл запустить его сразу, чтобы побыстрее все это дело у нас закончилось. Сейчас он чуть-чуть вперед уедет, и мы его запустим. Выставляем его вот так вот. Вроде бы даже ровненько. И он погнал. Нет, дружище, давай-ка ты чуть больше будешь собирать. Да, вот отсюда. Чтобы все было четенько. Вроде как он должен будет справиться. Этот пацан тоже, в общем-то, работает. Известью надо будет это все посыпать, потом удобрить, это все, в принципе, понятно. Этим я вручную потом займусь. После того, как культиватор закончит свою работу. Может, теперь здесь что-то по-другому стало? Нет, здесь то же самое. Культивировано, вспахано, рассадница. В общем, понятно все. Ничего нового. Ладно, эти ребята у нас работают. Пока просто ждем, пока закончится культивация. Посмотрите, какая еще штука появилась. Показывает, где камни. Мульчировано или не мульчировано? Но, видимо, здесь нигде. Где нуждается во вспашке, это понятно. И сорняки показывает, в какой стадии находятся. О, вот это, конечно, прикольненько, прикольненько. А вот это камни. И они тоже по размерам, где большие, где маленькие. У нас, по факту, на этом поле они тоже есть. Вот на 41-м. Это наше поле. Прикатать. Мульчирован здесь кусок. Почему он тут мульчирован? Я ничего такого не делал. Странное дерьмо. А, кстати, еще знаете что? Я читал, что в обновлении сделали штуку, которая позволяет ровно виноградники рассаживать. То есть параллельно друг к другу, чтобы шли вот эти вот хреновины все. Как это называется? Лозы, да? Ряды с виноградом. Давайте посмотрим, как это работает. Кто вы из сады? Блин. На самом деле, можно их попробовать вот здесь высадить. Место-то есть свободное, ничем не занято. Ну ладно, на самом деле, видимо, мы сейчас не посмотрим. Ну короче, я читал, что их теперь можно высадить прям ровно параллельно друг к другу. А кто-то в комментариях спрашивал, как снести. Вот кнопка снести есть. На нее надо нажать. Ладно, ждем пока это самое. Закончится культивация и пойдем дальше развлекаться. Так, друзья. У нас вроде как уже заканчивается посыпка. Какая посыпка? Культивация заканчивается. Тут ему 2-3 ряда осталось пройти. Поэтому можно уже, в принципе, приступать к посыпке, да. Известь. У нас есть еще один свободный трактор. Вот он. Мы его сейчас возьмем. Подцепим к нему нашу вот эту вот разбрасывалку. Есть там в ней что? В ней есть удобрение. Удобрение мы высыпем. Сначала посыпем известью. Потом будем посыпать удобрениями. Правда, удобрений тут не сильно много. Но ладно, все нормально. Мы их вот так вот выгружаем. И загружаем полный прицеп извести. Давай, дружище, загружайся. 9 кубов. Я вот насчет техники думаю еще большой какой-нибудь прицеп для зерна, для всякого вот этого вот дела. Купить надо будет. Правда, ХЗ как с нашими, как наши трактора будут с этим справляться. Но ничего. Я думаю справятся. Так. Выставляем трактор. Включаем GPS. Понятно. Короче, из-за новой версии опять кнопки позабивались. Ничего страшного. Так, вот эти вот кнопочки мы опять убираем. Они нам не нужны. Радио включения кнопочку убираем. И вот эту вот кнопочку назначаем. И, конечно же, сохранить управление. О, работает. Отлично. Что-то как-то оно широковато. Вот это уже больше на правду похоже. И погнали сейчас все это тут посыпем. Как раз там культивация уже закончилась, пока я тут развлекался с этим всем делом. Короче, посыпаем, да, как обычно таймлапсик, полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья. Известью мы все посыпали. Все прекрасно. Я центральную полоску сделал в последнюю очередь, потому что там трактор мешал, который ко мне собирается. Еще я обратил внимание, что не очень хорошо поработал наймит. То есть там какие-то места остались с пропусками. Почему так случилось, я без понятия. Но ладно. Я думаю, что я это переживу. Выгружаем, друзья, оставшуюся известь. Надо это куда-то аккуратненько выгрузить. Тут четыре поддона будут. Не так много требуется на это поле. Два поддона? А, да, они по два куба. Все правильно. Это удобрения по одному кубу, хотя по размеру они такие же. Загружаем еще чуть-чуть удобрений. Кроме того поддона. И погнали еще все это дело. Я думаю, столько вот прям хватит с лихвой. И еще раз удобряем. Точнее удобряем. Первый раз еще раз проходим с этой штукой. Удобрялка работает шире, поэтому выйдет точно быстрее, чем было с известью. Хотя, что я вам рассказываю. Уже много раз все это дело показывалось. Надо вот так вот выровнять. Во. Нормалды. Удобрения этих должно хватить. В общем-то полетели. Очередной таймлапс. Вот такие вот, друзья, пироги. Ну, с этим, понятное дело, мы справились довольно быстро. Я боюсь, что на уборку урожаев у меня уйдет там два часа. Ну, это ладно, это уже будет потом. Надо еще закончить с полями. Эту штуку мы, друзья, паркуем. Она нам сегодня, скорее всего, больше... А, не, она нам еще понадобится. Но это будет потом. И погнали заберем, во-первых, культиватор. Нужно доделать то, что плохо сделал сам Чизель вот этот. Наймит какой-то недобросовестный оказался. Не знаю, с чем это связано. А вот здесь какие-то пропуски у него получились. Ну, ладно, я птица не гордая, я переделаю. Доделаю или... Давай, 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 едь. У него есть большие проблемы с переключением передач у Наймита. Это прям вот чувствуется. Особенно на подъемах. Он не знает, какую передачу ему включить. И начинает захлебываться, задыхаться. Плюс передачу он переключает очень долго. Это до сих пор непривычно для меня в этой ферме. Но да ладно. Так, вот этот кусочек мы тоже доделываем. И все. Можно ставить посевство. Ну, стой, что ты делаешь, дружище? Ты что, не видел, что я еду? Сейчас еще и собьется маршрут из-за этого, и он что-нибудь сделает косо и плохо. Я не удивлюсь. Я думаю, что сейлку можно, в принципе, уже ставить. Вряд ли она догонит камни-подборщик. Сей, друзья, как я говорил, мы будем овес. Делать это, опять-таки, будет за нас наймит. Погнал. Вроде как у тебя все должно получиться. Проблем никаких быть не должно. Ну, и догнать Вальтера он тоже вроде как не должен. После того, как он посеет, мы еще раз пройдемся удобрялкой. Хотя можно будет это сделать на следующий день. В общем-то, ждем, пока он досеет. Кстати, новая иконка сна добавилась. Не знаю зачем, но ладно, пускай будет так. Тем временем у нас апрель. Расходы на аренду техники... А, это была у нас цена производства плюс 15 было. А почему плюс? Ладно, не важно. Что у нас по теплицам? По теплицам все хорошо. Удобрения еще на день-два хватит. Салатика у нас 68 кубов уже есть. Сейчас он за 1800 торгуется. Не будем его продавать за 1800. И что у нас на полях? В общем-то, на полях все хорошо. У нас взошел наш овес. И, кстати, вот тоже еще новая штука появилась. Сорняк типа малый полольник пишет. Соответственно, нам нужно это все дело прополоть. Накануле сорняков нету. Прополоть и еще раз удобрить. Поэтому сейчас мы поставим работать полольник. Можно даже с вальтрой. Полольник, друзья, 6-метровый. Должен справиться прям быстро. Давай, дружище, погнал. Я тебя оставляю. Все, и нормально. Там, кстати, есть в середине у нас место одно, где сорняки, скорее всего, большие. Там камня убиралка не прошла. Вот оно, да? И здесь у нас пишет равно сорняк. Малый полольник. Это не здесь место. Вот же большие сорняки. Видимо, полольником они уберутся. Ну и ладно. Мы же пока полольник полят, пойдем поудобряем. Есть у нас трактор, который сегодня этим уже занимался. Да, я водичку в теплицах обновил, пока ждал. Если кто не знает, у нас теперь голубенькая такая вот бочка стоит справа. Она бесплатная. Воду набирают бесплатно и довольно быстро. Это мы на стриме поставили. Так что развоз воды у меня теперь занимает намного меньше времени, чем раньше. Но это ладно. Значится. Вот так вот выстраиваемся. Бес у нас остался с прошлого раза. И нет. Первую проходку мы не будем сейчас сделать. Стоим ее на потом. А то с полольником столкнемся. Начнем со второй, а первую сделаем в последнюю очередь. Как вам идея? Гениальная. Я знаю. В общем-то погнали. Это по-быстрому сейчас все удобрим. Все, друзья. На этом у нас пассивная, скажем так, закончилась. Осталось только вот этому товарищу все дополоть, чтобы не было сорняков и урожай был прям большой-большой. Чтобы мы собрали много-много овса. Также мы соберем здесь много-много пшенички и будем делать много-много муки. Что меня, в принципе, радует. Денег мы за этот сезон заработаем много. Большой вопрос, что потом делать с этой мукой? Опять-таки, продать по самой низкой цене? Или выждать момент, что это такое? Подсолнухи, которые засохли. Выглядит довольно страшненько. Неужели так впадлу было собрать? Хотя ладно. Друзья, на этом мы серию эту закончим. В следующей, не знаю, будет это стрим или будет обычная вот такая серия в виде ролика. Но на ней у нас будет уборочная. Будем кататься на комбайне, собирать урожай, развозить его по измсал. Куда-нибудь повезем, да. Опять-таки, мельницу запустим в конце концов, а то она стоит. Лайки, комментарии, в общем-то, не забываем. Если смотреть пока нечего, ссылка на канал Кабацкого остается в описании тоже. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Зилой и всем пока-ки.